Это добавляет не только атмосферу в бане, а это еще и лечит человека. Все, наверное, знают об этом, да, их там семь, так же, как и нот. Где-то дела начинают по-другому идти, где-то какая-то мысль срабатывает, приходит. Друзья, всем привет! С вами канал Живая Русская Баня. Меня зовут Владимир Ефремов. И вчера был первый день парения в Новосибирске, где мы открывали нашу выставочную баню. И к нам приехал Виталий. Приехал со своими чашами. Но вчера было мало времени, чтобы поснимать. Мы его попросили специально сегодня еще раз приехать, для того, чтобы показать вам, а что такое может быть еще в бане, помимо самой бани. Ну, вот знаете, это нужно попробовать. Вот просто, когда об этом говоришь, я более чем уверен, что сейчас в комментариях будет куча вещей, что напридумывали, бани это совсем другое, какие-то чаши, вы еще там иглоукалывание устроите или еще что-то такое. Вот это попробовать сначала надо. Чтобы это понять, нужно попробовать. А говорю я сейчас про чаши, различные бубны, гусли. Какую эту атмосферу добавляет в баню. Но это не только атмосфера ведь в бане. Виталий нам сегодня подробно все расскажет. Это, кстати, Виталий, это Ратмир, наш представитель в Новосибирске. Сегодня подробно разберем, что и для чего вот это вот предназначено. Потому что это добавляет не только атмосферу в бане, а это еще и лечит человека. Вот чтобы отказаться вот от этих вот, знаете, аптечек, которые у всех вот таких размеров. Не, я у вас дома не был, у меня просто у самого дома такая же аптечка была. Я более чем уверен, что 80% кто сейчас это видео смотрит, вот такие же вот аптечки. Я не скажу, что я лечусь тоже вот этими вот звуками, бубнами. Но на альтернативное лечение я тоже перешел, и мы тоже отказались сейчас вот от этой всей химии, которая раньше вот так вот ящиками стояла. Это нужно попробовать. И хотя бы частично изучить, понять. Чтобы попробовать, я кстати номер телефона Виталия здесь под видео оставлю. Попробуйте, особенно если вы в Новосибирске. Мы пошли сейчас в баню, будем вам все показывать. А вы напишите свое мнение в комментариях, ну что думаете по этому поводу. Даже если вам это не нравится и не заходит, напишите об этом. Ну, чтобы были различные мнения, чтобы не мы сами что-то напридумывали. А кто пробовал что-то подобное тоже, напишите пожалуйста, как вам вообще было. Если не понравилось, не понравилось, так и напишите. Так что мы пошли в баню, а вы смотрите видео. В добрый путь. Доброго здравия, друзья. С вами кот Баюн Виталий. Я проводник энергозвуковых практик. Это своеобразная магия наравне с банной магией. То есть, которая является очищающим действом. Таким магическим, очень мощным и сильным. Также, раньше и сейчас распространены различные энергозвуковые практики. То есть, для очищения я использую бубен. То есть, обращаясь к духам стихий, мы просим избавить человека от различных деструктивных, разрушающих, мешающих жить установок, программ каких-то родовых и прочих. То есть, лишних, ну, каких-то сказанных слов там кем-то. Вот. То есть, для этого используется бубен. В дальнейшем для наполнения, уже как правило, после банных практик, я использую гусли, тибетские чаши. Вот. Это уже будет такая более тонкая работа. Мы запускаем чакры, ну, или по-русски ядра сознания. То есть, все, наверное, знают об этом, да, их там семь, так же, как и нот в нотной грамоте, да. То есть, они соответствуют у нас по телу, распределены, начиная там снизу за рот, исток за рот, живот, яр, горло, уста. Ну, и, собственно, высшие чакры – это родник, аджна, третий глаз, лоб, чело по-русски. И, собственно, когда мы играем на гуслях, либо чашами прозванием человека, мы после того, как человек обнулился полностью, да, там, обновился после банных практик, у него запускаются уже с новой силой, с новыми потоками более мощно все эти ядра, или чакры, как их называют. Ну, и начнем с бубна. Я обращаюсь к духам огня, духам воды, духам воздуха, духам земли и духам праны с благодарностью и просьбой помочь почистить от различных программ, установок, от мира. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Данный момент я раскладываю чаши по нотам, по чакрам, по ядрам сознания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы пышем здоровьем, у нас светятся глаза, у нас идут классно дела, поэтому используйте эти практики в своей жизни. Всех благ. А это вообще лучше использовать в бане, получается, или... Не принципиально. Можно до бани одни практики, то есть, как правило, мы делаем бубном, пробубнили перед банькой, да, там, то есть до огня, до использования огненных этих всех процедур, да. А потом после баньки, то есть, это уже больше наполняет, вот, чаши в бане хорошо тем, что мы можем на разные нотки зарядить воду, то есть, отструктурировать ее. Прям вот обычно набираешь одну, да, там, поводил, зарядил, переливаешь в другую, то есть, снова зарядил. И вот так вот все чаши прогнал, какие ноты есть, потом уже поддаешь, соответственно, в каменку, продышался этим воздухом, то есть, совсем другой эффект. Получается. Вот. Гусельки в бане неудобно, потому что они, ну, отмокают, да, царевают, плывет строй, то есть, уже нет точности нот, поэтому гусли, это вне баньки, это где-то уже комната отдыха, сухое помещение. Ну, и можно усилить их еще, подзвучить каким-то микрофончиком, там, аппаратурой. Благодарю за внимание, я нахожусь в Новосибирской области, меня можно найти через ВК Виталий Постников, Кот Баюн. Всем всего доброго, до новых встреч!